Громкое дело о собаке, в которую в начале месяца выстрелил сотрудник полиции, сегодня приобрело неожиданное продолжение. Сегодня в УМВД завершили служебную проверку по данному факту. Лабрадора, напомним, полицейский ранил в лапу. Однако стрельбу по собаке признали правомерной и не стали учитывать специалисты и тот факт, что на линии огня, по словам очевидцев, находилась коляска с младенцем. Впрочем, общественность шокировала и другое решение полиции, что виновата в случившемся якобы сама хозяйка пострадавшей собаки. Подробности в сюжете. Направлены материалы по привлечению к административной ответственности хозяев собак за нарушение правил выгула, не поводка, не хозяина рядом. Это заявление полиции сегодня повергло общественность в шок. На сайте УМВД результаты служебной проверки по факту стрельбы полицейского в собаку снова и снова вместе с кировчанами перечитывает и так, к которой относятся данное заявление. Не знаю даже, что сказать. Мы как-то справедливости в этой жизни нет. Это я раньше думала по-другому. Место от пули. И пуля прошла несквозь. Ну как на вылет. Ага, то есть из другой стороны. Да, 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 вот видите, вот она прошла. Вот видите. После случившегося 7 октября добряку к голоду врач прописал курс антибиотиков и домашний покой. Сквозьное отверстие от пули, которое не задело даже костей, хозяйка Светланы говорит, ничто иное у дачи. А это дача семьи Рябовых в деревне Ключи. В 70 километрах от Кирова именно здесь и произошла история, которой Светлана пытается придать максимальную огласку. Говорится, что без видимых причин полицейский в населенном пункте открыл огонь по собаке. При этом на линии огня, утверждает Светлана, была еще коляска со спящим месячным малышом. Коляска стояла вот здесь, вот на этом месте коляска стояла. Собака была рядом с коляской. Впрочем, факт, что по словам очевидцев, в тот день на линии огня находилась коляска с младенцем в МВД принимать не стали. А саму стрельбу, как и использование оружия в населенном пункте по результатам проверки признали правомочными. Здесь придерживаются версии, что лабрадор Голд для стрелявшего полицейского представлял реальную угрозу. По словам стрелявшего, собака неслась в его сторону и громко лаяла. Выстрел раздался, когда, по словам очевидцев, от полицейского Голда отделяла метров шесть. Но в законе о полиции нет уточнений, что именно в поведении животного нужно расценивать как угрозу жизни и здоровью. Вероятно, поэтому в схожих ситуациях реакция людей в форме разнится. Вот, к слову, и другой более рискованный пример опять с участием полицейских. Известно, что во время следствия под делу мужчины, которого до смерти загрызли собаки в Чепецке, те самые собаки несли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников, работавших на месте происшествия. Тоже побежали в сторону оперативников, но те приняли решение просто попугать и разогнать. Впрочем, разнится не только реакция на агрессивное поведение животных, но и наказание за жестокое обращение. Скажите, сколько вам за собачку-то дали? Вы такая скромная стали? Ну, а что вы там стесняетесь? Фамилия этой женщины в Кирове у всех на слуху. Два года назад глава Созимского сельского поселения Елена Косторная бросила живого щенка в топку котельной. Поступок суд оценил в 50 тысяч рублей штрафом. За решетку на два года и три месяца отправился живодер из Мутнинска за то, что поймал, убил и намеревался съесть четвероногого. Еще один, пожалуй, самый свежий пример садизма, а иначе не скажешь, произошел в субботихе. Хозяева решили избавиться от собаки. Стреляли в нее не меньше шести раз. Животное больше часа умирало в мучениях. Все это в населенном пункте и при свидетелях. Но возбуждать уголовное дело полиция не стала. Всего-то еще одна собачья история со стрельбой. Ольга Шмырин, Александр Рожков. Информационный канал. Город.